Если вы хотите иметь в своем саду или дома красиво цветущие растения, из которых получаются пышные яркие вертикали, посадите вьющуюся диплодению. Ее латинское название Мандевила. Эта декоративная олеана в дикой природе произрастает на территории Южной и Центральной Америки. Цветоводы по всему миру выращивают диплодению как красивую комнатную и садовую культуру. За ее безупречный внешний вид растения еще называют поливийской розой, чилийским жасмином или бразильским бальзамином. Эта декоративно-лиственная и красиво цветущая лиана пользуется огромным спросом у растений и водов всего мира. У диплодении красивые не только крупные яркие цветы, но и плотная глянцевая листва. Сейчас в продаже встречается много разных видов и сортов диплодении. Такие растения часто выставляют в крупных цветочных магазинах и супермаркетах. Единственное, что цена за кустики обычно выше средней. Можно подобрать растения с белыми, розовыми, ярко-красными и другой окраской цветов. Очень красивые и махрово-цветущие сорта. Диаметр цветов диплодении может составлять около 10-15 см. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и знаниями по выращиванию этой лианы. Отдельное спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Эту вьющуюся культуру удобно выращивать для вертикального озеленения. В теплых условиях и на светлом участке эта лиана довольно быстро разрастается. Поэтому даже маленькому саженцу лучше сразу установить хорошую опору. Диплодению ценят за ее красоту, безупречный вид листвы и продолжительное цветение. Даже комнатная мандевила при хорошем уходе способна выдавать многочисленные цветы, причем уже с апреля и до ноября. Это вечно зеленое растение также легко украсит сад и интерьер видом своей глянцевой листвы, которая на зиму не опадает. Из плюсов цветы этой лианы не боятся дождей. К тому же диплодению можно формировать как угодно. Ее выращивают в виде куста. Для этого необходимо поддерживать форму кроной обрезкой. Эта лиана способна плестись по высоким опорам и достигать высоты 4 метров. Ее плетьями удобно декорировать стены хозяйственных построек, заборы или просто выращивать на прочной шпалере в виде густой цветущей искороть. Ее также можно выращивать как ампельное растение. Из минусов – эта южная культура не способна зимовать в садах средней полосы. Комнатная диплодения невероятно красива, но это растение скорее для цветоводов со стажем. Мандевила в уходе достаточно капризная и требует к себе индивидуального и опытного подхода. Хотя, несмотря даже на все сложности, эта декоративно цветущая лиана с каждым годом обретает все большую популярность. Только представьте, на взрослом кусте может одновременно раскрываться до 80 ярких цветов. Цветы диплодения не только красивы, но и имеют приятный аромат. К тому же они не увядают около 10 дней. Мандевила привлекательна даже своей зеленью. Ее эффектные глянцевые листья, опальной формы и плотные на ощупь радуют даже зимой. Их внешний вид также может привлечь внимание и других обитателей вашего дома, например, кошек или детей. Учтите, что млечный сок, выделяемый из надломленных стеблей и листьев, ядовитый, поэтому располагайте в озоне, не зоны их досягаемости. Также учитывайте размеры этой лианы, потому что ей потребуется достаточно просторное место. Сложность выращивания комнатной диплодении в том, что эта лиана любит хорошее освещение, высокую влажность воздуха и тепло. Растения не переносят прямых лучей солнца, так что в озон лучше располагать возле окон с восточной или западной ориентацией. Для обильного цветения диплодении необходим яркий свет. Подкормки также важны. Весной лучше вносить азот, содержащие удобрения, но уже с момента завязывания бутонов следует перейти на фосфорно-калийные составы. Зимой же все подкормки полностью прекращают. Этот цветок требователен к влажности воздуха, поэтому возле горшков можно ставить прибор, увлажняющий воздух, или поддон с водой, декоративной галькой. Также растения нуждаются в частом опрыскивании и своевременном поливе. Время от времени куст поливают под корень, слегка подкисленной водой. Учтите, что водопроводная и звездковая вода, особенно холодная, для этой культуры не подходят. Мандавила любит кислотность почвы около 5,5 pH. Диплодения также нуждается в свежем воздухе, поэтому в летнее время ее лучше выставлять в сад или на открытый балкон. С похолоданиями вазон заносят в помещение с температурой около 10-16 градусов. Очень важно в холодный период создать более прохладные условия, чтобы диплодения ушла на покой. В противном случае она будет продолжать свисти и, скорее всего, со временем сильно ослабнет. По крайней мере, в следующем сезоне обилие цветов вы от нее уже не дождетесь. Для счастливых обладателей оранжерей и зимних садов, мандавилу лучше выращивать именно там. В таких тепличных условиях удобно поддерживать оптимальную влажность и температуру воздуха. При выращивании диплодении в саду в жаркое время важно следить за влажностью грунта. Пересыхание земляного кома недопустимо. Если вы заметили, что листья желтеют, а цветы быстро опадают, значит, скорее всего, растению не хватает влаги. Однако при чрезмерном поливе, особенно холодной водой, которая приводит к загниванию корней, могут также проявляться подобные признаки. Чтобы не переливать свою диплодению, полив производит нижний потон. Не забывайте также, что эта лиана очень любит опрыскивание по кроне, особенно в стадии цветения и завязывания бутонов. Мандавила любит приток свежего воздуха, поэтому комнату, где она находится, потребуется часто проветривать, но следите за сквозняками, которые способны ей навредить. Многие новички в цветоводстве считают, что южные культуры любят жаркие условия. Как раз наоборот, диплодения не выносят чрезмерную жару и тем более сухость. Она отлично развивается при температуре летом от 18 до 26 градусов. Особо жаркие дни потребуют от вас дополнительной влаги через полив и опрыскивание крона. Еще одна ошибка – это высаживать небольшой саженец в объемные горшки. Почтите, пока растение своими корнями не займет основную массу грунта, развитие наземной части будет замедленным, поэтому не высаживайте диплодению в большие контейнеры. Размножают эту красивую лиану черенкованием и посевом семян. Так как кусты вам все равно потребуется обрезать, то эти веточки можно попробовать укоренить. Кстати, обрезка поможет не только сохранить компактную крону растения, но и вызовет дополнительное образование побегов, на которых будут завязываться цветы. Учтите, что диплодения цветет только на молодых ветках. Для обильного цветения с осени можно проводить основательную стрижку, сильно укорачивая старые побеги. Более тонкие обрезают примерно на 1 треть. Если все делать правильно, диплодения порадует вас не только своей красивой листвой, но и обильным ароматным цветением, которое украсит вашу территорию уже с весны и до глубокой осени. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. До новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok